Приветствую вас. Я прочитал ваше сообщение, оно было достаточно большим. Вы старались подробно описать свою проблему, свою ситуацию. Вот у нас в бесплатном сегменте, когда вопрос даже не VIP, и тем более не платный, не очень любят эксперты, такие длинные вопросы, в которые можно читать, очень долго и вникать. И поэтому, собственно, наверное, у вас так мало ответов на ваш вопрос, хотя ситуация действительно серьезная. Вы знаете, наверное, вы отдаете себе отсчет в том, что сама тематика вашего вопроса, она не новая. То есть, ну, очень часто бывает так, что, там, мужчина или женщина очень сильно зависит от своих родителей. Вот. И не могут без родителей вообще вступить так. Но обычно, 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 такие люди, они даже не пытаются как-то ситуацию изменить. Они не пытаются ситуацию поправить, они не пытаются сделать что-то для того, чтобы, ну, жить по-другому. В вашем случае, все не так, в вашем случае, молодой человек, вообще-то говоря, хочет что-то делать. И мне кажется, что это вообще очень хороший знак, хороший показатель. Проблема заключается в том, что этого явно недостаточно для того, чтобы обеспечить вам комфортную жизнь. То есть, правда заключается в том, что мама вашего молодого человека, даже после того, как он, там, купит, например, квартиру, или она купит ему квартиру, и вы будете жить, например, вместе, там, и так далее, даже после этого, все равно, нужно понимать, что ваша мама, она, вот здесь мама вашего молодого человека, все равно будет находиться где-то на грязонте, и все равно будет как-то проявлять себя, все равно она будет давать за себе знать. И вам в этой ситуации, в этом случае, нужно нечто большее, чем какие-то моменты отдельные, связанные с, например, с квартирой, или связанные, там, с чем-то еще. Вам нужно нечто большее. Что именно, нечто большее. Вам нужно понимание молодого человека, на самом деле, я думаю, что это и есть самое главное. Понимание молодого человека, понимание молодым человеком того, что вот так, как сейчас, продолжаться не может. Что это неправильно, что это аномалийство, что это не приведет, вообще-то говоря, ни к чему хорошему, вообще, совершенно. И если молодой человек, вот в этом, будет отдавать себе отсчет, если молодой человек, наконец, поймет, что благодаря своему отношению к маме, он может потерять вас, если у него будет это понимание, то тогда у вас есть шанс построить с ним какие-то отношения более или менее хорошие. Если этого понимания у молодого человека не будет, то тогда, к сожалению, ни о каком выстраивании отношений речи не идет совершенно. Просто потому, что мама будет всегда. И всегда она будет находить рычаги управления вашим молодым человеком. Поэтому говорить о том, стоит ли дальше бороться с его мамой, а, собственно, как вы боретесь, что вы делаете? Вы даете указания молодому человеку, да? Вы как бы советуете ему принимать какие-то решения, да? Но при этом вы же понимаете, что если ваши решения, они идут вразрез с тем, что говорит его мама, например, то вы тем самым заставляете его, осознанно или нет, выбирать между вами и ей. И такого выбора не поделаешь никому. И молодой человек, вполне вероятно, разрывается между вами и своим мамой. Если он привык зависеть от женщины, а, видимо, отца у него нет, а потому что вы говорите только про его маму, если он привык зависеть от женщины, то у него явно недостаток мужского поведения. То есть он склонен подчиняться женщинам, прислушивается к вашим советам, уверен, что вы точно в отношении с сыном занимаете по большому счету лидирующую позицию, позицию лидера, может быть, даже позицию родителя. И получается, что мужчина, с одной стороны, подавляет его мама, с другой стороны, подавляет его. Ну, каждая женщина, естественно, по-своему. Каждая женщина, естественно, там, своим способом. То есть я не говорю, что вы прямо давите на него, что вы прямо подчиняете его себе. Безусловно, нет. Но, тем не менее, в силу того, что вы более самостоятельный человек, а он менее, этого не может не быть. И из-за этого получается такая ситуация, что мужчина находится между двух огней. И правда заключается в том, что если вопрос ставить таким образом, то есть, если ставить вопрос о том, чье влияние, например, сильнее, чьи советы, указания более правдивы, более верны и так далее, то мужчина, к сожалению, скорее всего, с большей долей вероятности выберет свою маму. Почему? Потому что, ну, как бы с его позиции, с его позиции, мама это та, кто все время будет с ним. Та, кто в любом случае его любит. А с вами отношения у него могут закончиться. И он это понимает. И поэтому не стоит вступать в отгровенное противостояние. В противостояние вообще вступать не стоит. Почему? Потому что сейчас, смотрите, мужчина вас любит. Вы это с вами сказали. Если он вас любит, то делает вам счастье. Что-то происходит сейчас, не делает вас счастливой никак. И вам, как бы, нужно поступать более, на мой взгляд, грамотно, более, на мой взгляд, мудро. Вы просто говорите ему, а к человеку о том, что он может делать так, как он хочет. Он может делать так, как он считает нужным. Это его права, на самом деле. Но если вы увидите, увидите, заметите, что ваши интересы оказались ущемлены, а ваши интересы не учитываются, то тогда в таком случае вы просто-запросто будете делать выводы. То есть вы будете смотреть на то, как мужчина к вам относится, вредит ли вам то, что он делает, и если вам это вредит, то с этим рейсом милиции вы не будете. и все. Понимаете? Ага. Еще раз повторю, меня не опускает ощущение, не покидает ощущение, что вы, вот сами того не осознавая, как бы заменяете мужчине маму. Этого быть не должно. Бороться с мамой, значит, доставить себя на одно место с ней, как бы на один уровень с ней бороться с мамой. А вы не мама. Вы не такой же человек. Вы совсем другая сфера отношений. Вы личная сфера отношений мужчины. Вы не его родня. То есть да, вы близкий, любимый человек, это понятно. Может быть даже вы скажете, что вы родные люди, это точно так. Но природа ваших отношений, и она совсем иная. И нельзя, нельзя ставить себя вровень с его мамой. Это заведомо проигрышная ситуация. Почему? Мама знает своего сына дольше, мама знает своего сына лучше, и сыну, то есть просто в силу времени, в силу обстоятельств, привычно именно к маме прислушиваться. Поэтому, если вы будете строить свое поведение так, как она, бороться с ней, то ничего хорошего из этого не получится, вы проигрываете. Как вы понимаете, если молодой человек вас любит, то он сделает все, чтобы быть с вами. Вы, на мой взгляд, вот на мой взгляд, сделали и делаете более чем достаточно для отношений. он меньше, я в этом отношении. Да, он приехал, да, он живет сейчас в вашем городе, но он подводил своей маме его содержание от содержания. То есть, по сути, полтавил себя в зависимости от нее. И, как вы сказали, он расслабился, перестал на боту. То есть, у него даже в планах нет избавиться от этой зависимости, он не хочет избавляться от нее. И, как Савча сказал, это будет до тех пор, тогда мужчина будет видеть вас в похожем свете, в похожей роли в своей маме. И поэтому вам необходимо стать другой. Вы свободный, независимый человек, который хочет жить с мужчиной. с этим мужчиной. Но вы хотите жить с мужчиной, а не с его мамой, который к тому же постоянно вмешивается и постоянно опекает его. И об этом вам и нужно сказать своему молодому человеку. Что мама это гость в отношениях двух взрослых людей. Что мама это, как бы, она может посоветовать что-то, она может там что-то сказать, но решение принимаете вы. И вы живете и встречаетесь не с мамой молодого человека, а с ним, с молодым человеком. И если он хочет быть славным, ему нужно быть самостоятельным мужчиной, который может обеспечить себя и обеспечить вас. Обеспечить вашу семью. хотя, вы и сам себя, может быть, обеспечите это ваше право. Но для отношений мужчине нужно перестать ориентироваться на маму. И вы не просите его это сделать, вы понимаете, что он к своей маме привязан, вы сами привязан к своей маме. Но в отличие от вашей ситуации, там ситуация не обусловлена острыми потребностями, там ситуация обусловлена скорее тем, как мама воспитала своего мужчину и как он сам себя вел. Да, как сказал вам один из экспертов, у мужчины действительно есть определенные проблемы. Эти проблемы с ним нужно продабатывать. Но для этого нужно его желать. Этому нужно его желать не поработать эту проблему. Вырабатывать, например, мнению мужского поведения, больше прислушиваться к себе, понимать причину поведения своей мамы, отдаляться от идеализации ее и так далее. Все это можно иного не сделать, но только в том случае, если человек сам этого хочет. если он не хочет, он не видит в этом проблемы, не хочет обращаться к психологу, то вы вправе сказать ему хорошо, если вот так как ты считаешь нужным, я тебя переубеду, на себя взрослый человек. Ну и меня поймите. Я не собираюсь терпеть твою маму в своей жизни. Я хочу жить с тобой. Я хочу отношения троить с тобой на своей маме. Поэтому если твоя мама будет продолжать влиять на тебя и на наши отношения, а уж тем более на то, что ты мне говоришь и как ты себя ведешь со мной, я буду от тебя отдалять. Просто потому, что мне так некомфортно. И это единственное, что вы можете сделать, как субъект личных отношений, как субъект личных спец. Вы принципиально иная сторона отношений. И вы не можете занимать ту же стежу, что и его мама. Это неправильно. Это наношение одного на другого. Одного на другую. И в итоге складывается такая ситуация, что вы конфликтуете, что вы боретесь, а борьба здесь не нужна. Бороться здесь нечем. Мужчина хочет быть с вами. Он любит вас. Значит, ему нужно сделать определенные вещи для того, чтобы быть с вами. Ему нужно самому приобрести определенные качества для того, чтобы быть с вами. Чтобы быть способным строить отношения. Ну, а если у него этих качеств нет, или если он не хочет эти качества приобретать, это его право, вы его отпускаете, вы его не держите. Он будет вас потерять. Если он боится вас потерять, он будет что-то делать. Если вы грамотно донесете на него этот момент, ну, а если он не боится вас потерять, то получается, он и не будет бороться бороться за ваши отношения, а если он не будет бороться за ваши отношения, то получается, что вы одна их на себе тащите. И пользы от этого нет никакой. Результаты от этого тоже никакого не будет, кроме постоянной борьбы и становления образа еще одной мамы для вашего мужчины. Так что решать здесь, конечно, вам как поступать. Я думаю, что как бы подводя итог к тому, что я сказал, можно выделить два возможных варианта. Первый вариант это серьезный разговор с мужчиной. И объяснение ему того, что вне зависимости от развития ситуации дальнейшей, вне зависимости от того, как будет складываться жизнь ваша, его, ваша совместная жизнь, мама всегда будет присутствовать в его жизни. Всегда. Другое дело, какое место она будет заниматься в этой жизни, какое у него будет влияние на него. И если мужчина не может ограничить влияние своей мамы, силы ряда причин, при этом никто не говорит о том, чтобы меньше ее любить, никто не говорит о том, чтобы меньше там о ней заботиться и так далее. Об этом никто речь не ведет. но она откровенно мешает личной жизни мужчины, она откровенно мешает вам. И нет никаких резонов для того, чтобы это терпеть. Знаете, когда вы терпите негативную реакцию родных людей, любимого человека, при этом не получаете никакого исполнения, не получаете никакого компенсации за это, то у вас наступает опустошение. И это опустошение, оно рано или поздно приведет к тому, с ним просто-напросто охладеется. Он станет все равно. И на молодого человека, которого вы постепенно перестанете уважать или его маму, которую вы просто будете понимать, что она вот такой человек, она разрушила ваши отношения. Вы даже ненавидеть ее не будете, потому что вам будет уже вскарал. Знаете, и вот чтобы этого не случилось, нужно перестать собой изнестовывать к вам. Нужно перестать вкладывать отношения то, что вам не нужно вкладывать. Нужно перестать отдавать то, что вы не споните вас полный. Ну, например, не сможете вас полный. И вот когда вы это сделаете, мужчина увидит, что вы реально можете от него уйти. Он реально может вас потерять. И вот тогда-то вы ему и предложите, что либо он обращается к психологу, становится более самостоятельным, более независимым, более мужественным и так далее, либо вы постепенно будете от него отдаляться. просто помочь этого штрафа. Не обвиняя его, не критикуя, не ругая его, не предъявляя претензий, потому что это его жизнь, и как бы он сам выбирает, как ее жить. Но вы думаете о себе. так так же, как он думает о себе, когда позволяет маме что-то делать для себя и для своей жизни. И все. А получается как? Мужчина думает о себе, мама думает о себе, вы думаете о своей маме и о мужчине, а о себе не думаете. вот это и есть жертва. Это и есть то, что в будущем разручит ваше отношение. Если вы не поменяете свою позицию по отношению к маме и по отношению к мамому человеку. Маме, например, вы можете сказать так, что вы воспринимаете ее как родителя своего молодого человека, но совершенно не собираетесь случить ее в том, что касается жизни, потому что вы самостоятельно дротовый человек, у вас есть своя голова на плечах. Поэтому вам она ничего советовать в навесивой форме, права не ответит. Хочет делать это своему сыну, пожалуйста, вы ей этого не запрещаете, и сына ее вы удерживать около себя тоже не будете. Он хочет будет с вами, хочет будет с ней. Ему решат. Еще. Да, жесткая позиция, безусловно, вызовет это позиция недовольство, но по-другому никак. Вы хотите действовать подобным образом, или надо ли свой вопрос просто для того, чтобы послушать какие-то мнения, хоть их и немного, это уже зависит от вас. Но если говорить о реальном изменении вашей жизни, то только такая позиция вам поможет. Потому что маму вам не переделать, а молодому человеку нужно понять, что у него изменилась позиция, и ему нужен мотив, нужен стимул для того, чтобы действовать по-другому. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. субтитры субтитры